Здравствуйте! С вами программа «Неделя города» Марина Романюк в студии. Смотрите сегодня. Иван в Рязани. Мощнейший циклон накрыл Центральную Россию и наш регион в том числе. Без мобилизации, но с мыслями о победе. Больше четырех часов президент России Владимир Путин отвечал на вопросы граждан страны. Терракотовая юность. Старейший в Рязани легкоатлетический комплекс отремонтируют к концу декабря. Циклон Ваня может принести в регион рекордное количество снега. Пятница, 15 декабря, на которую приходится пик снегопада, может стать самым снежным днем за 60 лет. Синоптики ожидают, что к субботе сугробы достигнут высоты 50 сантиметров. Норма для середины первого месяца зимы в пять раз меньше. Осадки не прекращаются, что вызвало настоящий коллапс на дорогах и во дворах. Социальные сети пестрят видео от жителей города, которые выкапывают собственный транспорт, толкают застрявшие автомобили. К сожалению, не все управляющие компании справляются со сложной задачей. И не все автомобилисты. С непогодой. ДТП на дорогах блокировали некоторые улицы. Оценка пробок – 10 баллов. В некоторых районах, например, на улице Советской армии, движение блокировали буксующие фуры. Снегопад, по прогнозам синоптиков, продлится до вторника. Однако, уже не такой сильный. Губернатор Павел Малков проведет прямую линию с жителями региона. Об этом он сообщил в пятницу, подчеркнув важность прямого диалога с людьми. Прямой эфир пройдет в четверг, 21 декабря, в соцсетях ВКонтакте и Одноклассники. Начало в 18.00. Губернатор подведет итоги года и ответит на вопросы жителей области. Задавать их можно будет в режиме реального времени. А также оставлять под постом в комментариях в официальной группе Рязанской области. Очень важный формат работы. В этом году мы уже встречались в формате прямого общения. В социальной сети обязательно будем и дальше продолжать взаимодействие в таком же формате. 4 часа 4 минуты длилась ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина. За это время президент России ответил на 67 вопросов. Основные темы – проведение СВО, поддержка сельского хозяйства, да и в целом экономическая безопасность страны. Были, впрочем, и заявления новостной повестки. Укрепление суверенитета для России – жизненная необходимость. Это касается и вопросов безопасности, и экономической самостоятельности. Но, конечно, проведение специальной военной операции сегодня тема номер один. Главный вопрос, ответ на который жители хотели получить непосредственно от Владимира Путина – будет ли вторая волна мобилизации? Президент ответил, исходя из сегодняшнего дня. Мы начали достаточно широкую кампанию по привлечению людей на добровольной основе, к заключению контрактов с вооруженными силами. И да, и планировали к концу года набрать, по-моему, 400 тысяч с небольшим. Вот на вчерашний вечер мне доложили набрано 486 тысяч. И поток наших мужчин, которые готовы защищать интересы Родины с оружием в руках, не сокращается. Полторы тысячи ежедневно по всей стране. Так что вместе с добровольцами, просто это условное деление, контракт подписывают на два, на три года, а так называемые добровольцы, хотя все, по сути, герои и войны Отечества, но у них просто на год, на более короткий срок, но все вместе будет под полмиллиона человек. Вот до конца текущего года. Ну зачем нам мобилизоваться? Поэтому на сегодняшний день никакой необходимости в этом нет. Вопрос инфляции и роста тарифов в сфере ЖКХ – то, что волнует сегодня людей в регионах. Индексация пенсии в следующем году будет на 7,5%, тогда как тарифы вырастут на 9-14%. Не забывайте про предыдущее повышение, ответил президент. Общая сумма увеличения пенсии составит 23%. Остальные цифры Владимир Путин тоже разложил по полочкам. Действуют правила в соответствии с законом, согласно которому, если расходы семьи на уплату ЖКХ превышают 22%, то семья имеет право на получение субсидий. И сотни тысяч людей воспользовались этой возможностью в прошлом году, в 2022. Ну и в этом на самом деле то же самое. В некоторых регионах этот порог еще меньше. Не 22%, а если семья тратит 15%, не знаю, 20%, уже положено субсидии. Но повторяю еще раз, посмотрим, что конкретно, какое соотношение этих параметров в Новосибирске области. Естественно, обязательно сделаю, обещаю. А вот разве это правильно, что за примитивную услугу, оплату услуг ЖКХ, нужно еще платить комиссию банку? Много таких вопросов. Это неправильно, особенно если это касается пенсионеров. И вот решение только что принято, комиссия уплачиваться пенсионерами не будет. Главный вопрос в сфере здравоохранения кадровый. Впрочем, врачей не хватает сегодня по всей стране. Для молодых специалистов и так есть льготы и подъемные, тем не менее суммы увеличат. По поводу создания дополнительных стимулов, если заработная плата конкурентоспособна, как вот доктор сказал, то вот что нужно, что... Шумбрат... Шумбрат, это по-мордовски, значит, здрасте, да, я сейчас отвечу, да. Вот, значит, что нужно сделать? Нужно, может быть, так же, как на Дальнем Востоке, тоже повысить первоначальные подъемные для земского доктора, для докторов до 2 миллионов рублей, а для фельдшеров до миллиона рублей. И это будет, мне кажется, хорошим стимулом. Я обязательно с правительством это проговорю. Бюджет принят, но, тем не менее, мы можем подумать и сформулировать эти решения на самую ближайшую перспективу. На вопросы из Блица Владимир Путин ответил искренне. Возле себя он держит томик Лермонтова, хотя читать будет Уголовный кодекс. В сфере искусственного интеллекта стране нужно стать лидером, а главный совет подрастающему поколению – беречь честь с молодым. За ответами президента на вопросы жителей страны внимательно следил губернатор Павел Малков. Напомню, на заседании правительства он призвал руководителей всех ведомств и администраций муниципалитетов незамедлительно реагировать на обращения жителей региона во время прямой линии. После ее окончания глава региона прокомментировал заявление Владимира Путина. Экономическая и социальные сферы. Геополитика и вопросы проведения специальной военной операции. В правительстве Рязанской области подчеркнули, что президент нашей страны погружен абсолютно во все темы. Глава государства ответил на десятки вопросов, многие из которых в том числе касаются и нашего региона. По словам губернатора Рязанской области Павла Малкова, это планируют включить в работу уже в ближайшее время. Особенно важным аспектом, о котором шла речь во время прямой линии, глава региона назвал поддержку здравоохранения. Мы видим за последние годы, уже идет существенное изменение сферы здравоохранения. Открываются ФАПы, открываются новые крупные лечебные учреждения, ведется ремонт и модернизация медицинских центров, которые работали раньше. Буквально каждое звено, каждое направление сейчас не остается без внимания. Поставляется новая машина скорой медицинской помощи, новая техника, оборудование. От самого тяжелого и важного до оборудования, которое используется в ежедневной работе десятками и сотнями бригад врачей. И результат подобной работы уже есть. Для сравнения, ожидаемая продолжительность жизни в регионе с 2021 года выросла на 5 пунктов. И сейчас она порядка 73 лет. Особое внимание уделяют в регионе и мерам поддержки участников специальной военной операции. По итогам пресс-конференции и прямой линии, правительство Рязанской области планирует разработать новый законопроект по дополнительным выплатам за ранение всем категориям добровольцев. Сейчас уже есть конкретные решения и предложения по поддержке участников специальной военной операции. У нас в регионе в целом действует очень широкий комплекс мер. И мы уже здесь во время проведения прямой линии, пресс-конференции решили, что распространим все те выплаты, которые есть у нас в регионе, в том числе и на участников частных военных компаний. По словам Павла Малкова, несмотря на проведение специальной военной операции, экономические показатели Рязанской области оптимистичны. Ожидаемые цифры по итогам года – рост ВПР примерно на 3%, индекс промышленности на 7%, сфера АПК – 1,5%. И регион в этом будет только прибавлять. Кристина Бочкарева, телекомпания «Город». К концу этого года откроет свои двери обновленный легкоатлетический комплекс «Юность». Городские власти, напомню, в ноябре расторгли контракт с основным подрядчиком. Он не выдерживал сроки. И заключили договор с новым. На этот раз все обещают сделать аккуратный в срок. Легкоатлетический манеж «Юность» – один из старейших спорткомплексов Рязани, ему уже за 60, но сегодня это база для школы Олимпийского резерва. В начале этого года здесь решились на полную замену покрытия. По предварительным расчетам, все работы должны были завершить в марте. Но даже к концу лета подрядчик только разводил руками. Терпение городских властей лопнуло. В ноябре контракт расторгли. Пригласили новую компанию. И не просто со стороны, а самих разработчиков покрытия «Фулпур». Подрядчик был выбран нами не просто так. Это завод-производитель резинового покрытия, которое частично было уложено в нашем манеже. И тем самым они готовы нести полную гарантию за это резиновое покрытие. И, соответственно, предоставить сертификат соответственно международным требованиям для легкоатлетических покрытий. Срок исполнения по контракту 24 декабря. И мы смеем надеяться, что работы будут завершены качественно полностью и в срок. Покрытие «Фулпур» – современное, многослойное, с высокой устойчивостью к износу. Помимо легкоатлетических комплексов, его еще применяют для обустройства теннисных площадок. В юности основное покрытие будет синего цвета, сдадут его, что называется, под ключи. И, кстати, в шиповках бегать тоже будет можно. Покрытие монолитное, наливное, выполняется в нескольких слоев. Сейчас выполняются работы по устройству нижних слоев, рабочих. Далее будет наноситься декоративный верхний слой уже с цветовым решением. Цветовое решение будет синее и кирпичное, там, таракотового. Разделенные по зонам, будет внутри зоны синее, а беговые дорожки и прямые беговые дорожки будут кирпичного цвета, таракотового. Значит, после чего будет нанесена технологическая разметка согласно правилам соревнования. Дальше все по стандарту. Полный круг 200 метров, старт, финиш, разметка по секторам. Рядом еще две беговых дорожки, разминочных. 24 декабря – срок окончания работ. Пару-тройку дней покрытие еще отстоится, а затем юность получит полноценную нагрузку. Легкоатлеты говорят, что по тренировкам уже соскучились. Статистика налоговых преступлений в Рязани пока на спад не идет. Очередные эпизоды в виде уголовных дел уже направлены в суд. Кто и зачем решился на обман, расскажем далее. Начнем с преступления прошлогоднего. Раскрывало уголовное дело Первый отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета России по Рязанской области. А ситуация до банального проста. Гендиректор одного из предприятий, которая занималась грузоперевозками, решил, говоря официальным языком, сокрыть денежные средства своей организации. Дело в том, что за счет этих средств и должно было производиться взыскание по налогам и сборам. Следствием установлено, что с июля 2022 года по сентябрь 2023 года руководитель предприятия, достоверно зная о наличии задолженности по налогам, а также о применении налоговым органам мер принудительного взыскания и недоимки, используя распорядительные письма о перечислении денежных средств в адрес ряда юридических лиц в счет имеющейся задолженности, перечислил более 5 миллионов рублей в качестве уплаты лизинговых платежей, сокрыв таким образом указанные денежные средства от уплаты налогов. Доказательств у следствия достаточно, так что уголовное дело с обвинительным заключением уже направлено в суд для рассмотрения по существу. Второе уголовное дело к налоговым преступлениям отношение имеет косвенное. Само преступление – служебный подлог, часть 2 статьи 292 Уголовного кодекса Российской Федерации, а совершил его налоговый инспектор, который решил схитрить, говорят следователи. Следствием установлено, что государственный налоговый инспектор, полагая, что проверяемая организация является транзитной и какой-либо деятельности не осуществляет, желая искусственно увеличить результативность своей служебной деятельности, составил протокол допроса директора организации, внеся в него заведомо ложные сведения о том, что тот является номинальным руководителем и учредителем организации. На основании указанного протокола в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о недостоверности сведения о юридическом лице, что повлекло существенное нарушение прав общества, выраженное в репутационных потерях на рынке труда. В настоящий момент доказательственная база, признанная прокурором, достаточной для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения. Прогнозируемый доход бюджета региона за 2023 год – 93 миллиарда рублей. Оценивается он как положительный. Впрочем, цифра эта наверняка не конечная. Об этом заявила Марина Наумова, министр финансов Рязанской области, на прямой линии с Центром управления регионом. Прямая линия с региональным министром финансов началась с простой фразы. Бюджет – это зеркало, в котором отражается жизнь региона. То есть, если захотеть, можно узнать, на что деньги тратились и как город жил. Здесь все прозрачно. Основная часть средств ушла на ремонт школ. На 21 учебное заведение потратили больше миллиарда. Плюс школы в Шацке и Тюшево, две школы искусств и несколько детских садов. Кроме того, дооснащен онкодиспансер, достраиваются 15 фельдшерско-акушерских пунктов. В этом году, наверное, впервые за многие годы, городу Рязани были выделены средства на ремонт контактной троллейбусной сети. Были выделены средства на обновление подвижного состава. 150 миллионов на 5 троллейбусов новых и 447 миллионов на приобретение автобусов большого класса. Большой объем дорожного фонда у нас в этом году – почти 16 миллиардов. И в их составе тоже 1,3 миллиарда – это средства кредита на досрочное выполнение мероприятий национального проекта «Безопасные качественные дороги». Сегодня полным ходом идет ремонт в Нижнем городском парке и на Лыбецком бульваре. Работы продолжат и в следующем году. В Казне на это уже 377 миллионов. Сам бюджет социально ориентирован. То есть расходы на образование, здравоохранение, политику, социальную культуру и спорт больше 60%. Сохранятся региональные меры поддержки семьи. В целом на реализацию национальных проектов заложено 11 миллиардов рублей. Новый проект формируется национальный на федеральном уровне – это беспилотные летательные системы. И в следующем году нам впервые будут выделены субсидии на приобретение беспилотников в сфере лесных отношений – 21 миллион. Новые позиции расходов. Ну, кроме того, конечно, вот национальные проекты, прежде всего, они дают возможность нам строить социально значимые объекты. В следующем году будет закончено строительство школы в городе Касимове. Завершено строительство по концессионному соглашению. Планируется завершение школы в Семчино. И, назову еще один очень знаковый для нас проект – это строительство школы для одаренных детей. Мы входим в пилотный проект флагманский. Сохранятся расходы на коммунальную сферу. Обновление техники, строительство западного коллектора, организация площадок ТБО – к приятной теме вырастут зарплаты бюджетникам почти на 10%. Правда, только у определенных категорий, попадающих под указ президента. Это учителя, врачи, младший и среднеобслуживающий персонал. К тем, кто в эти категории не попадает, зарплаты проиндексируют на уровне инфляции – 4,5%. МРОК тоже вырастет и в следующем году составит 19242 рубля. А вот зарплата муниципальных и госслужащих индексироваться не будет. Из федерального бюджета региону на 2024 год положено почти 10 миллиардов. Около третий из них уйдет на дороге. Борьба со снегопадом и невразумительная работа регионального фонда капремонта стали основными темами правительства. По обеим темам поступает много жалоб. По фонду губернатор призвал к системности работы. Согласие Владимира Путина на выдвижение своей кандидатуры на пост президента страны Павел Молков назвал главным политическим событием года. Выборы пройдут в трехдневный срок с 15 по 17 марта. Рязанская область должна быть к этому готова. Наша общая задача обеспечить высокий уровень организации выборов, обеспечить безопасность на участках и легитимность доверия к результатам выборов. Согласно Конституции президент избирается на шесть лет. Сегодня, кстати, мы празднуем День Конституции. Тридцатилетие с даты ее принятия. Юбилейная дата, поэтому, коллеги, поздравляю всех с этим государственным праздником. А вот погода в Рязани и области сегодня отнюдь не праздничная. Снегопад доставляет неудобства всем без исключения. Коммунальные службы работают без остановки. Главное ЧП районного масштаба в восьми муниципалитетах. По 31 маршруту был остановлен подвоз школьников. При этом замечаний к уборке дорог от глав на местах не поступало. В самой же Рязани продолжает ставить рекорды по вывозу снега. По оценкам синоптиков сейчас высота покрова в городе 24 сантиметра. К концу недели, к пятнице, по прогнозам, будет 52 сантиметра. По остановочным павильонам всего в Рязани 512 остановочных павильонов общественного транспорта. Стараемся выбирать их вовремя. Есть, конечно, недостатки. Привлекаем дополнительные силы и средства. Дополнительно просим своих сотрудников выходить на субботники. На сегодняшний день по вывозу снега у нас увеличился вывоз снега по сравнению с 2022 годом. С 28 тысяч тонн до 46. Антирекорд ставит фонд капитального ремонта. Сегодня на его работу очень много жалоб. Реструктуризация в компании, затеянная в начале года, а также чехарда с руководством, сказались на объемах. В этом году выполнено всего треть работ. План получается провален. Актуализация плана 2023 года капитального ремонта проведена в марте сего года. Прибавилось 63 конструктивных элемента на 2023 год. Из них 14 конструктивных элементов. Это отопление. Согласно нормативным срокам, возможность приступить физически к работам после актуализации занимает не менее пяти месяцев. То есть готовность к началу работы наступила только в октябре сего года, что исключало проведение работы. Большое количество конструктивных элементов не выполнено, не сделано в этом году. Поэтому переносим на следующий год. Но в следующем году на вас даже не двойная, а больше получается нагрузка. Потому что вам предстоит тогда выполнить и задачи этого года, и задачи следующего. Там уже не будут приниматься какие-то отговорки. Обратная связь, система контроля за подрядчиками и работа с поставщиками в фонде пока откровенно барахлят. Есть вопросы по штату. Слишком много начальников, зато финансовый резерв тоже есть. Дебиторская задолженность перед фондом почти полтора миллиарда рублей. Новый цех по переработке молока открыли в Касимовском районе. Губернатору Рязанской области Павлу Малкову, управляющей кооперативом, Анатолий Макеев, провел масштабную экскурсию. Ферма в Ермолово открылась еще в 2017 году. В кооператив она превратилась только спустя пять лет. Правда, до сегодняшнего дня производили только сырое молоко. Сегодня здесь открывают цех переработки. Изготавливать будут пять видов продукции. Молоко, кефир, творог, ряженку и сметану. Пастеризационно-охладительная установка, сепаратор для отделения сливок, автоматы для фасовки. Все оборудование отечественного производства. Мощность цеха 6 тонн в сутки. Работы по обязательной маркировке молочной продукции практически завершили. Кстати, такой проект удалось реализовать благодаря софинансированию регионального и федерального бюджета. Общая сумма – более 100 миллионов рублей. Соответственно, была задумана программа о создании крестьянских фермерских хозяйств, о создании кооператива сельскохозяйственного. Когда создались крестьянские фермерские хозяйства, построились коровники, закупился скот, началась работа. Но тогда мы еще понимали о том, чтобы не только производить сырье, но и готовить готовую продукцию, чтобы с выкладкой на прилавок торговые сети района Рязанской области. Во время экскурсии губернатор Павел Малков продегустировал продукцию и отметил, что предприятие организовано по принципу полного цикла. Более того, проект изначально продуман во всем, начиная от подъездных путей и инфраструктуры, заканчивая хорошими условиями работы для сотрудников. Мы запланировали ряд мер поддержки, они уже реализуются и дальше будут только наращиваться. Потому что понятно, что если мы хотим расти, расти опережающими темпами, то требуется определенная поддержка со стороны правительства. Причем мы сейчас тоже с директором предприятия обсуждали, здесь воспользуюсь всеми программами, которые были и продолжают пользоваться. Это здорово помогло строительству предприятия. При этом мы еще и помогали в ускорении согласования технических присоединений, включение газа и электричества. Это вот то, что не видно в программе, это не является официальной мерной поддержкой, но то, что очень серьезно влияет на сроки запуска предприятия эксплуатации. По словам губернатора Павла Малкова, агропромышленный комплекс – одна из основ развития нашего региона. Сейчас Рязанская область занимает 14 место в стране и четвертую позицию в ЦФО по производству молока. И в перспективе эти показатели только улучшать. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Проблемы облысения беспокоят очень многих мужчин и женщин. Редеющие волосы, порой в довольно молодом возрасте, становятся причиной комплексов и не позволяют наслаждаться жизнью сполна. К счастью, в медицине есть способы решить проблему раз и навсегда. В клинике «Семейная» появилась возможность пересадки волос, ранее недоступная в нашем городе. Стрессы, последствия ковид или генетика. Причин, по которым у молодых людей начинается облысение, может быть много. А вот как остановить необратимый процесс, ответ на этот вопрос находит, к сожалению, не каждый. Я столкнулся с проблемой облысения в передней части головы. Это случилось в последние несколько лет, а за последний год, ввиду больших стрессов, это увеличилось. Я пробовал различные лечебные шампуни, но ничего не помогало, то есть облысение не останавливалось. Я знал, что в некоторых странах распространена пересадка волос, решил посмотреть, где это возможно сделать, сколько это стоит. Посмотрел цены в Турции, в Москве, цены были высокие, поэтому решил поискать в нашем городе. Нашел в клинике «Семейной». Противопоказания к операции минимальные. Аллергическая реакция на лидокаин, кожные заболевания в стадии обострения, склонность к килоидным рудцам, любые хронические заболевания и сахарный диабет. Если ничего из вышеперечисленного у пациента нет, то проводят обследование, после чего доктор назначает день операции, делает разметку на коже, чтобы обозначить линию пересадки, и процесс начинается. Никакой особенной специальной подготовки. Процедура совершенно безболезненно проводится под местной анестезией. С помощью новейших методик можно добиться наиболее натурального результата. Пересаженные волосы уже не выпадут, но первые месяцы фолликулы будут находиться в спящей фазе, потому и результат можно будет оценивать спустя время. Но предварительные прогнозы уже можно давать. В течение реабилитационного периода пациент ходит с повязкой 3 дня, затем ему уже можно мыть голову. И я подробно расписываю в рекомендациях, каким образом это делать. Диагноз Евгения – очень распространенный вид аллопеции – андрогенная. У него начальная стадия, потому и объем пересадки был небольшим. Скорее всего, ему для достижения окончательного результата достаточно одной операции. Однако донорские волосы на затылочной части головы позволят при необходимости повторить процедуру. А пациент продолжит еще долгие годы наслаждаться своей прической и отражением в зеркале. На этом у меня все новости к настоящему часу. С вами была Марина Романюк. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова